Продолжение следует... Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли и это продолжение третьей части урока по Word Creator. Поехали! Итак, теперь поговорим о каждой опции для фильтров поподробнее. У каждого фильтра есть вкладка Filter Distribution Properties и первая опция Operation позволяет выбирать тип смешивания. Добавление, вычитание, минимальное и максимальное значение. Далее идет опция Noise Select, которая позволяет добавить шум поверх фильтра. Благодаря Noise Select, Вы можете разнообразить область влияния фильтра разными деталями, мелкими или крупными. Если снова включить Toggle Kit Maps, то Вы увидите влияние данного Noise. Каждая настройка интуитивно понятна. Достаточно покрутить ползунок влево или вправо и Вы увидите ее действие. Эту опцию можно включить в любого фильтра и получить достаточно интересные эффекты. Рекомендую Вам поэкспериментировать с ней. Кстати, если у Вас проблема с производительностью во Viewport, то рекомендую сразу же зайти в настройки и включить Multiframe Generation. Благодаря этой опции, все действия будут предварительно перерендериваться и Viewport не будет тормозить. Пока у меня все отлично, поэтому я ее выключаю. После Noise Select идет Hate Select и Вы уже немного с ним знакомы. В Hate Select Вы можете включить зависимость от океана и таким образом, фильтр будет работать только рядом с ним или в его области под водой. Чаще всего, я конечно использую эту опцию для текстур, но в фильтрах она тоже иногда полезна. Так что к ней еще вернемся. С помощью следующей опции Slope Select Вы можете настроить влияние фильтра в зависимости от наклона, изменяя Slope Range. Его работу я буду показывать с помощью фильтра Erosion, так как с ним лучше всего видно данный эффект. Включаем уже знакомый тугел Heat Maps и настраиваем этот параметр. При желании, Вы можете сгладить маску влияния с помощью Slope Smoothness. Ниже идет опция Angle Select и с помощью нее можно настроить определенный угол влияния фильтра. Ширину угла влияния и его сглаживание. В самом низу, как и в Base, идут настройки детализации. Кстати, фильтр Erosion очень требовательный к ресурсам, поэтому лучше сразу включить Multi-Frame. Как я и сказал ранее, с этой опцией нет падения FPS во Viewport. Если Вы делаете какие-то изменения детализации, то он просто аккуратно прораймливает и показывает результат. При увеличении разрешения Precision, может увеличится время прорисовки. Но чем мощнее Ваша видеокарта, тем быстрее просчет. Вывод. Для World Creator 2 нужна хорошая видеокарта. Итак, возвращаемся к списку фильтров в вкладке General. И в следующем после Curve идет Flatten. Уже по названию и описанию, Вы сразу же поймете, что он делает. У данного фильтра всего лишь два параметра. Прозрачность фильтра General Strength и сила его влияния Flatten Strength. После данного фильтра идет Noise и я думаю, у Вас тоже с ним не возникнет сложностей. У него конечно немного больше настроек, но в World Creator 2 настолько интуитивно понятная программа, что даже без прочтения Help, Вам будет все понятно. Достаточно изменять положение ползунков и смотреть на что это влияет. Поэтому, пожалуй, я не буду прям подробно комментировать действия каждого фильтра, а просто ускорю видео и применю каждый из них. Но перед этим, давайте немного поговорим о их смешивании. С Вами был Кривуля Андрей Charly. Нажимайте палец вверх, если Вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. А также включите колокольчик рядом с подпиской для уведомлений. И конечно же делитесь данным выпуском через кнопку Поделиться. Всем мир! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok